Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Александр Иванов провел прием граждан. С просьбой о помощи обратилась Светлана Байрамкулова, председатель правления благотворительной и общественной организации «Мой ангел». Она занимается социальной поддержкой, защитой и реабилитацией детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Байрамкулова рассказала, что сотрудничество с региональным отделением «Единой России» активно ведется в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Но с апреля этого года организация расширила целевую аудиторию и теперь работает не только с детьми, но и со взрослыми пациентами. В связи с этим необходимо дополнительное медицинское оборудование, самостоятельное приобретение которого не под силу организации, так как сумма составляет порядка 400 тысяч рублей. Александр Иванов пообещал включить решение этого вопроса в список первоочередных. С просьбой помочь разобраться в ситуации обратилась жительница Черкеска, проживающая по переулку Одесскому. Она от лица жильцов многоэтажного дома пожаловалась на незаконное, по их мнению, строительство в пределах придомовой территории. Спикер дал поручение проверить законность действий частного лица и держать вопрос на контроле. Было также рассмотрено обращение о трудоустройстве гражданина, который обратился с жалобой на нарушение указа президента России о том, что человек, который отбывал наказание за совершение преступления и искупивший свою вину участием в СВО, амнистирован и имеет право на трудоустройство по профессиональному профилю. Вопросом займутся юристы. Продолжаем выпуск. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карачева-Черкесии навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов в микрорайоне Московский Уст-Джигутинского района. Гости поздравили работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником. В мероприятии участвовали представители республиканских министерств районной власти и общественных организаций. Старший помощник начальника группы по военно-политической работе капитан Николай Морозенко поздравил коллектив социального учреждения с профессиональным праздником и выразил признательность за неоценимый вклад в воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специально для гостей ребята подготовили небольшую концертную программу с песнями, стихами и танцами. Социальные работники, люди неравнодушные, имеющие большую душу, замечательное золотое сердце, люди, отдающие себя другим, помогают им в трудных жизненных ситуациях, оказываются рядом с теми людьми, которым нужна помощь, поддержка, защита. Я желаю всем работникам социальной сферы здоровья, счастья, мира, удачи, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо вам за добрые руки, за чуткое сердце и за неравнодушную душу. Института СГК Светлана Байрамукова и студенты 2-го курса и 3-го получили аттестацию по данной дисциплине, демонстрируя свои познания в адвокатуре. Альхан Лепшоков подробнее. Подобный формат аттестации позволяет оценить знания и понимание предмета студентами юридического института СКГА. В формате викторины ребята, отвечая на вопросы, разбирали различные ситуации за адвокатской деятельностью. Практикующий адвокат, преподаватель Светлана Байрамукова в игровой форме раскрывала положение адвокатской этики и какие законы регулируют их деятельность. По завершении курса студенты получают знания о том, что адвокат это не только тот человек, который надевает костюм и ходит в суды с папкой, а человек, который связан не только с своей работой, но и законом об адвокатуре, адвокатской деятельности, а также кодексом об адвокатской этике. Знание вот этих норм и правил законов позволит студентам понимать внутреннюю, скажем так, составляющую в принципе адвокатуры как корпорации. Оценивал активность студента преподавателей кафедры гражданское право и процесс СКГА. Безусловно, этот формат аттестации наглядно показывает, как освоили наши учащиеся учебный материал. И нам приятно было видеть, как ребята демонстрировали свои знания, отмечают члены жюри. Такой формат, он очень интересный, показывает все-таки профессионализм нашего преподавателя, а также показывает знания наших студентов, они могут здесь выразить свои знания. Такой формат принятия зачета, он и интересный, не как в повседневной нашей текучке, сессия обычно, как у нас проходит в обычном формате. Разбирая различные задачи, мы познали, какие методы и законы нам необходимо использовать, и мы благодарны нашему преподавателю за такую интересную викторину, признаются студенты юридического института. Мы приносим ей свою благодарность, поскольку такие мероприятия, они, во-первых, укрепляют, как бы поддерживают дружбу в нашем коллективе, они укрепляют наш коллектив, а во-вторых, они способствуют развитию, во-первых, таких навыков, как коммуникабельность студентов, а во-вторых, они помогают приобрести какие-либо новые знания для каждого из студентов, который побывал сегодня в нашей викторине. В итоге, большее количество баллов в викторине набрали студенты третьего курса юридического института СКГ. Али Халебшока, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Юная спортсменка из Карачаево, Черкесия, Алана Барлакова, завоевала Кубок мира по карате. Со спортсменкой из Малакарачаевского района встретилась Белла Джазаева. Здравствуй, Алана. Я благодарю тебя за то, что ты приехала сегодня к нам в гости. Конечно, сразу хочу себя поздравить с тем, что ты выиграла Кубок мира, который проходил в Москве по карате. Мне хочется узнать, сколько боев ты провела и как для тебя эти соревнования прошли. Здравствуйте, спасибо большое. Соревнования были очень сложные, уровень был очень большой. Финал у меня был с девочкой из Курска. Я ее не очень запомнила. Но смогла победить. А как ты думаешь, почему ты ее победила? Не знаю. В чем была твоя сильная сторона? Ну, просто я сконцентрировалась на бой очень и хотела победить. Как ты пришла в карате? Для девочки это, конечно, не совсем обычный вид спорта. Сколько лет ты занимаешься и кто твои тренеры? Ну, мы изначально с братом посмотрели фильм «Брюсли». И он сказал то, что я в очки не найду карате и не смогу пойти туда. Но мы поспорили. Я пошла сначала к одному тренеру. Мне не понравилось. И потом я перешла к другому тренеру. Ну, вот чем тебе нравится карате? Не знаю. Просто красивый вид спорта. Расскажи, со скольки лет ты занимаешься? Я занимаюсь с пяти лет. И до сих пор продолжаю заниматься. Первым тренером была Джатойла Диана. Я у нее занималась примерно пять-шесть лет. Потом перешла к ее тренеру. У него я занималась, у Зульфигара я занималась один год. Перешла обратно к Диане. И потом перешла к Тибуеву Хамиду, главному тренеру по качер, карате. И с момента, когда я перешла к Диане, я со мной еще занимался еще один тренер по другому виду карате. До сих пор он со мной занимается. Шуров Эрстен, он стал Руковского края. Ты сейчас куда готовишься? На какие соревнования? Я готовлюсь в Ростов на всероссийские соревнования. Скажи, пожалуйста, одноклассники тебя боятся? Нет. Мы с ними очень дружим и контактим очень часто. Как вообще день твой складывается? Сначала я умываюсь, иду в школу. После школы я иду на репетицию. С репетиции немножко раньше отпрашиваюсь и иду на тренировку. Как часто ты тренируешься? Каждый день. Каждый день тренируешься? У нас проходят тренировки каждый день. Бывает по праздникам у меня немного. Какая у тебя диета? У меня нет диеты. У меня любой рацион. Как ты учишься в школе? Нормально, я думаю, на четверки и пятерки. А на будущее есть какие-то планы в выборе профессии? Или пока занимаешься спортом? Нет, еще не определилась. Будешь спортом заниматься также? Да, я планирую еще сдать на черный пояс, получить КМС и дальше еще немного позаниматься после этого. Я тебя благодарю за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю тебе новых побед. Я думаю, что у тебя все получится. Спасибо тебе. Его подвиг бессмертен, а память о нем незавидна. В Черкесске прошел открытый турнир по плаванию, посвященный памяти нашего легендарного земляка, героя России, генерал-майора авиации, Канамата Хусеевича Баташева. За состязаниями следил Ахмат Халкевич. На официальной части открытия соревнований к участникам состязаний с напутствиями обратился и родной брат героя России Канамата Хусеевича Мурадин Баташев. Он поведал, что плавание было в числе любимых видов спорта легендарного генерала. Именно спорт закалил в нем волю и характер, определивших его стезю. Мемориальный турнир, хоть и проводится всего лишь второй год, уже показывает весьма высокий результат, как в плане количественном, так и в плане качественном. В этом году в состязаниях принимает участие около 300 спортсменов из четырех регионов СКФО. У нас достойные соперники, но мы не подведем нашу республику, будем стараться и будем занимать места обязательно. Лучшие плавцы Ставрополя, Ингушетии, Северной Осетии, ну и, конечно же, хозяйки турнира Карачаева-Черкесии в течение двух дней оспаривали право на первые ступени пьедестала в девяти возрастных группах. Каждая группа выступает в нескольких стилях. Конкуренция есть, соревнования, скажем, организованы на таком довольно хорошем уровне. Ну и, в принципе, есть с кем посоревноваться, есть где поплавать. Высокого уровня спортивная конкуренция проявилась с первых же стартов. Оно и неудивительно, ведь каждый регион старался выставить своих самых титулованных пловцов. Разумеется, исключением не стала команда и нашей республики. Хорошо проплавал, вроде бы, у меня еще одна дистанция. Были какие-то сложности? Ну, вода тяжелая, тяжеловато была в этот раз. В больших соревнованиях на эскалфу, на дельфине тоже плавала, разными видами. Ну, настрой боевой, готова. В общей сложности спортсмены Карачаевой Черкесии завоевали 54 медали, 16 из которых золотые. Ну, а серебро и бронза в копилке наших пловцов поровну 19 медалей. Далее смотрите специальный репортаж Ольги Савенко о летнем отдыхе детей.